Привет всем! Сегодня мы поговорим о четырех благородных истинах. Наверное, вы плюс-минус знаете эту историю. После просветления Будды он долго думал, кому же он может первому рассказать то, что он осознал, и остановился он на пяти архатов, с которыми ранее практиковался до тех пор, пока они его не выгнали. И вот он к ним вернулся, и первое же, что он им рассказал, это были четыре благородные истины. Какие это истины? Первая истина глазит, что в мире есть страдания. Очень часто её понимают в таком пессимистическом ключе, что вот есть только страдания духа, и ничего другого в принципе нет. Но это не так. Так, первая благородная истина на самом деле очень реалистична, она просто основана на всех наблюдениях. И, понятное дело, существует не только духа, страдания, но и сукха, радость. В чём же проблема? В том, что духа вообще причиняет нам больше проблем, и это является основной проблемой нашего существования. В том, что нам всегда рано или поздно станет плохо. И плохо бывает не только в физическом смысле, то есть ударил себе по пальцу молотком, и от этого больно. Нет. Духу следует понимать более широко. Но, например, духа происходит ещё и от того, что ну как-то вообще вот не получается достичь счастья. Счастье достигаешь, оно от тебя уходит, ты его теряешь, это тоже страдания. И есть такие, ну, экзистенциальные страдания от того, что вообще мир какой-то, мир неправильный, всё в нём происходит неправильно и так далее. Это тоже, конечно же, духа. Интересно, мне однажды задали каверзный вопрос о том, что вот у меня в жизни всё замечательно, всё хорошо, никаких страданий у меня нет. Это означает, что мне не нужен буддизм? Но на это буддизм имеет вполне однозначный ответ. И он гласит, что даже если вам сейчас очень-очень хорошо, рано или поздно вам опять станет плохо, потому что любое счастье уходит. Вот у вас есть замечательная любимая работа, когда-нибудь вы её не сможете больше выполнять. Вы окружены прекрасными людьми, но эти люди будут умирать, вы с ними будете расставаться, потому что они будут очень сильно меняться, и ваши прежние точки соприкосновения уже не будут работать. Ну и, допустим, вы абсолютно довольны собой, вот такой здоровый, красивый. Понятно, что будет, да? Так вот, вторая истина гласит, что у страданий духи есть причина. И эта причина как раз в том, что всё меняется, и даже если вам сейчас хорошо, когда-нибудь вам непременно станет плохо. И вот эти изменения порождают наше желание, чтобы хорошие вещи с нами оставались, а плохие вещи к нам не приходили. Но так не бывает, мир непостоянен, мир постоянно меняется, и мы не можем существовать исключительно в состоянии, когда нам хорошо. Мы непременно столкнёмся с чем-то плохим. Казалось бы, ну, естественный ход жизни, когда-то тебе хорошо, когда-то плохо. Но вот третья истина гласит, что так не должно быть. Есть выход. Выход из страданий. То есть тот факт, что тебе становится плохо от того, что ты не получаешь то, чего ты хочешь, и когда ты получаешь то, чего хочешь, оно не оказывается достаточно хорошим, не приводит к всеобщему счастью, тебе тоже от этого плохо. Так вот, когда ты испытываешь страдания, это нехорошо, это даже ненормально, и это не должно так быть. И что делать для того, чтобы так не было? И вот здесь четвёртая благородная истина. Есть путь, есть выход из страданий. Этот путь – это восьмеричный путь, мы его обсудим в следующем видео. Пока давайте ещё поговорим о том, что такого интересного и необычного вот в этих четырёх истинах, в четырёх благородных истинах. Четыре благородные истины – это вообще неотъемлемая часть буддизма, наверное, то, на чём вообще вся буддистская философия строится. Это то, что из буддизма невозможно изъять. Четыре благородные истины, во-первых, указывают на то, что самсара, в которой мы существуем, вот этот весь мир, он неправильный. И так не должно быть. И во-вторых, тот путь, который предлагает Будда, его может пройти любой человек. Есть выход из страданий. Это, кстати, наличие этого пути, который открыт для всех, не только для избранных, он является главным отличием буддизма от других школ, которые на тот момент были, например, от того же индуизма, потому что в буддизме этот путь работает, как я уже сказала, для всех. Как именно он работает, давайте поговорим в другой раз. Ну что ж, такое короткое видео получилось. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok